Су-22М3. Советский пауковой ударный самолет. С недавних пор сидит на боевом рейтинге 10.7. Когда-то этот самолет был на БР-11.0. Он не игрался вообще. Одно страдание и боль. Честно, я пытался раньше на него сделать обзор, не получилось. У меня просто сгорела жопа. Я разломал себе клавиатуру и забил на него. Сейчас же наш герой хоть как-то играется. О нет, он далеко не имба. Но теперь-то он на что-то способен. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. А я начинаю. Итак, как же применять это произведение советского искусства? Все очень просто. Главное, что нам нужно выкачать, это три модуля. Ракеты Р-60, ЛТЦ и ЗБ-500. Первое, второе, конечно, понятно. Третье выкачивается сразу и дает нам возможность носить базы, не сильно нагружая самолет. Если навешать обычных фабов, самолет будет крайне медленным. А тут быстро доберемся и отбомбимся. Пойдем стрелять дальше самолетики. В принципе, можно даже не вешать ЗБшки или бомбы. Хорошей тактикой будет, наоборот, охота на вражеские самолеты. Наше достоинство это высокая максимальная скорость. Играть нужно от этого. Самолет не способен очень резко довернуть. Зато и скорость теряет довольно неохотно. Так что по тактике я советую делать проходные атаки и стараться пристроить наши ракеты. Кстати, к слову о ракетах. Тут, конечно, грустненько. Р-60 летят довольно плохо. Но вот все они, наоборот, уходят хорошо. Единственный их плюс – это маневрность. Так что вдогонку их имеет смысл бросать максимум с двух километров. Иначе ракета врага просто не догонит. Исключение вставляет случай атаки на врагов без скорости. Или на противников, идущих перпендикулярно нас. Ну, то есть под углом. Там вдруг враг будет доворачивать, и нам удастся сделать фраг. Ну, или можно кидать на большой высоте. Ракеты на большой высоте летят немножко подальше. Гром, кстати, у этих малышек крайне хреновый. Ваншоты прилетают редко. Гораздо чаще враг начнет просто гореть. А тут уж и жадный союзник может запустить свою ракету. И мы получим с вами только помощь. Пока самолет у вас будет не прокачан, будет довольно неприятно. От скорости играть не всегда будет получаться. А тупо бомбить базы будет скучно и неинтересно. Ну, вот такой геймплей на Су-17. И Су-22, кстати, тоже такой. Ну, куда деваться, опять же. Определенное внимание я хочу уделить ЛТЦ. Это еще одно слабое место этого самолета. У нас их всего 12 штук. А помимо опыту скажу, что лучше делать по 2-3 отстрела. В итоге 12 штук это всего 6 отстрелов. Ну, от пары ракет нас это, конечно, спасет. Да, и стреляют эти ЛТЦ, кстати, наверх. Из-за этой особенности желательно делать размазанную бочку при расстреле ЛТЦ. Или какой другой маневр. А это потеря скорости. В совместных боях Су-22 живется куда лучше. Из-за того, что притоповые ЗРК нерфануты в хлам, и уже не пыляются ракеты, так как раньше, мы можем относительно спокойно штурмить наземную технику. Но береженного бог бережет. Так что я советую при вылете сразу прижиматься к земле. И так лети как можно ниже до поля боя. А когда летим до места, уходим резко наверх. При такой тактике водятелы ЗРК ничего не поймут, особенно если они сидят на респе и пьют пиво. Конечно, опытный зенитчик может попробовать вас сбить. Но тут уже сыграет нерфанутость ракет и ваша огромная скорость. Увидев ракету, можно от нее легко уклониться и уйти от атаки. Кстати, хочу пару слов сказать о ЗРК. Когда наигрывал бои на этот обзор, поиграл я немножко на Тунгуске. Но емое. Написано, дальность пуска ракеты 10 километров. Я кинул ракету по БПЛА. Херне, которая летит как воздушный шарик со скоростью в 200 километров в час. И что? Ничего. Пришлось пускать вторую ракету. И то моя РЛС чуть цель не потеряла. Играя до этого на М975, это такая американская ЗРК с ракетами Роунд. На нее я когда-то часто заходил. Так вот, сейчас там сбить цель, идущую на сверстуке, почти нереально. Хотя раньше это было довольно просто. Да что тут говорить, тот же панцирь работает на большой дистанции, и это его единственный, мне кажется, плюс. Пользуясь этой тактикой, кстати, можно обмануть и его. Особенно, если там за рулем сидит рак какой-то. Я сам, как летчик, страдаю от ЗРК, я понимаю, не надо сейчас ничего говорить. То, что ЗРК топывает, ЗРК там всех унижает. Нет, сейчас они совсем не те, что были раньше. Ну ладно, извиняюсь, я отвлекся немного. Если говорить про саму штурмовку, я предпочитаю брать ракеты Х-25 и Х-29 и две бомбы. Прицевленного комплекса у нас здесь, к сожалению, нет. Так что, как и на старом добром Су-25, наводимся ручками. Ну, куда деваться. Важно еще умудриться кого-то заметить. Вот тут вот нам и пригодятся бомбы. Если увидели кого-то прям в самый последний момент, выбираешь бомбу и кидаешь, ну, куда-то там рядом. В отличие от ракеты, ей не надо наводиться на цель. Да, из рычатки там 360 килограммов. Так что попал куда-то рядом, забрал. А если это какой-нибудь колесник или ЗРК, то хочешь 5 метров к воде и пипец котенку. Если говорить про управляемое вооружение, тут, конечно, все намного интереснее. Ракеты можно пулять с большой дистанции. Для удобства наведения, зайди в настройки управления, там нужно нам назначить две кнопки. Стабилизация прицела и деактивация точки прицеливания. Первое даст возможность захватить цель. Появится квадратик, куда полетит ракета. При повторном нажатии квадратик будет перемещаться в то место, куда ты целишься. Если нужно это убрать, нажимаем деактивацию точки прицеливания. Важно, если пустить ракету по квадратику и нажать кнопку деактивации и прицеливания, появится кружочек, куда можно ручками направить свою ракету. Иногда это очень помогает, точнее поразить цель. Хотя, если ты будешь кидать Х-29Л, то там взрывчатки как в 250-м ромовой бомбе. Этот самолет отлично зайдет к Т-90А и тонгусочки. Кому не хочется топовым геймплеем, это хороший вариант. Попадаем к топам мы, кстати, достаточно редко, ведь многие вкачали себе F-16 и Миг-29, и БР у них считается сетапа 12.0. Ну а, к сожалению, в нашей команде будет полно трупсов, а у врагов будет хороший нато сетап. Из 10.3 и 10.7, ладно, это уже совсем другая история. Подводя итог по этому самолетику, хочу сказать вот что. Самолет играбелен, это далеко не имба, но вполне себе играбельная машинка. Если вы не хотите донатить или особо сильно погружаться в авиацию СССР, это хороший выбор. Понижение БР определенно пошло ему на пользу, так что я рекомендую прокачать данный агрегат, это совсем не кактус, на него можно играть и нагибать. Вот что делает понижение боевого рейтинга всего на 0.3. Раньше было точно хуже. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, удачки и пока-пока.